Добрый вечер, дамы и господа, добрый вечер, Брещане. Совсем скоро куранты пробьют полночь, и мы начнем писать новую историю. Историю нового 2019 года, года тысячелетия нашего любимого, нашего родного города Бреста. И в каждой семье в эти часы, в эти минуты, когда старый год встречается с Новым годом, на этом рубеже каждой семье подводятся итоги. Человек анализирует, что уже сделано, что не успела сделать, вспоминает радостные, счастливые, яркие моменты своей жизни, грустит о грустном. И сегодня с моим гостем Александром Степановичем Рогачуком в программе «Брест от первого лица» мы подведем итоги социально-экономического развития города Бреста. Добрый новогодний вечер вам, Александр Степанович. Добрый вечер. Я рада вас приветствовать в этой своеобразной студии. Наши встречи, Александр Степанович, с вами стали уже такими традиционными. Четыре года мы с вами уже подводим итоги развития Бреста. Четыре года мы под вашей юрисдикцией, Александр Степанович. Это очень приятно, и мне приятно всегда с вами общаться. Александр Степанович, я уже сказала, что встречи стали традиционными, так не будем отступать от традиций, и подведем итог этого года. Поговорим откровенно, если не обо всем, то очень о многом. И хочу задать вопрос первый, вот такой праздничный. Как вы ощущаете наступающие торжества? Как долго к этому готовитесь? Или за работой некогда подготовиться к празднику? Ну, если учесть, что на улице идет дождик, и уже какой год подряд и елку главную мы открываем под дождем, и сам Новый год не очень-то зимний, то, в принципе, настроение очень хорошее. А если был бы снег, было бы еще лучше. Почему хорошее настроение? Потому что вот четыре года мы с вами встречаемся, и четыре года у нас с вами предметный разговор, что удалось сделать. А сделано немало, я думаю, что брещане это видят. Поэтому хорошее, нормальное, рабочее, предновогоднее, новогоднее. На Новый год мы тоже будем работать, я в новогоднюю ночь обязательно буду поздравлять брещан. Хорошая традиция уже тоже. Да, хорошая традиция, поэтому хорошее, нормальное, рабочее настроение. Весь город, город Брест, он весь играет красками, иллюминация шикарная. Я знаю, что вы совершали такую рабочую поездку по городу. Как оцениваете подготовку города к Новому году? Хватает всего красок, хватает для вас? Ну, наверное, вот эти четыре года мы каждый год наращиваем оформление праздничное, не только новогоднее. И я думаю, что жители города Бреста уже оценили это по достоинству. Более того, каждый год ожидание каких-то новых визуальных ощущений. Вот в этом году я так посмотрел, в Гомель елка лучше, поэтому есть уже задачи на следующий год надо. То есть это итог всей работы нашего города за весь год. Поэтому, конечно, брещане достойны праздника. Праздничная атмосфера и, надеюсь, хорошей, нормальной новогодней погоды. Александр Степанович, действительно, у каждого человека, у каждого брещанина, белоруса, такое хорошее предновогоднее настроение. У брещан тем более. Потому что каждый брещанин, хочет он этого или не хочет, ждет или не ждет, но все равно задействован в процессе подготовки города к тысячелетию. Огромными юбилеями, миллениумом, какое красивое слово. Но все то, что мы видим, все эти перемены, которые произошли, происходят в нашем городе, это вершина своеобразного огромного айсберга, создание которого задействованы не десятки, сотни, тысячи людей. Как город готовится к тысячелетию? Это такая серьезная, серьезный такой вопрос, серьезная тема. Ну, давайте сразу договоримся, что подготовка города к тысячелетию – это комплексный вопрос. Здесь есть много сегментов, и это не только стройки. Поэтому, прежде всего, что нам удалось сделать в выходящем году, я думаю, что нет ни одного брещанина, который не знает, что городу будет в 2019 году тысячелетия. То есть мы дошли до каждого. Более того, я думаю, что каждый житель Беларуси уже видел эту рекламу на центральных телеканалах. Эту работу тоже мы будем интенсифицировать, чтобы все знали, что Бресту тысяча лет, что наш город древний, наш город молодой, наш город в 2019 году имеет особый статус. Статус города тысячелетника и статус культурной столицы СНГ. Это первая составляющая, которая, на мой взгляд, тоже как итог года была запущена. В детских садах, в школах, эти конкурсы на лучший логотип тысячелетия, конкурс на лучшее оформление тысячелетия. То есть эта работа будет продолжаться. Вторая составляющая, конечно, это инвестиционная составляющая. Нам важно, чтобы тысячелетие праздновал город, динамичный город, современный город, модный по большому счету. Поэтому этот год для города с точки зрения инвестиций был хорошим, удачным годом. По объему инвестиций на человека мы лидируем среди областных городов. Появляются постоянно новые объекты. И прежде всего не за счет бюджета, а за счет инвестиционной деятельности. Вот посмотрите, недавно открыли, мне очень нравится этот объект, отель «Хилтон». Ведь это уникальный объект, он единственный в регионе, отель «Сити Хилтон», единственный в регионе Республики Беларусь. Инвестор сам Брещанин построил за свои средства на основании инвестиционных соглашений с область полковного. И вот теперь мы имеем объект и франшизу уже, как говорится, почти конкурс был, какой же там будет отель. Вот это такой яркий пример, что город развивается. Появляются многие другие объекты. Город Брест по итогам 2018 года достаточно интересен для инвесторов. Потому что наша задача, прежде всего, не бюджетные инвестиции, да, это здорово бюджетные инвестиции, а заставить людей, желательно из-за границы, наших людей, чтобы они вкладывали деньги в наш город. Потому что рубль, вложенный в объект, он уже останется навсегда в Бресте, понимаете. Никто же его обратно не будет, как говорится. А это, соответственно, рабочие места, соответственно, это загрузка, соответственно, это экономика, ну и в конце концов бюджет нашего города. Поэтому с точки зрения инвестиционной составляющей нам удалось эту ситуацию поправить в лучшую сторону. И вот сам факт тысячелетия, да, ведь это же не то, что только попраздновать и все. Это хороший повод информационный для продвижения, для продюсирования нашего города. И я воспринимаю тысячелетие, прежде всего, не как какой-то апофеоз каких-то там исторических моментов. Да, это, по большому счету, условная дата. Условная, да. Есть же и с точки зрения, что в 17-м году нам было тысяча лет, поэтому нам уже где-то давно тысяча лет. Поэтому здесь это дата-символ. И использовать дату-символ надо не ради праздника, а ради продюсирования нашего города. Город Брест должен быть узнаваемым, модным, инвестиционным, интересным для туристов, интересным для людей нашей республики Белоруссии. Есть люди, которые в Бресте ни разу не были, понимаете. Поэтому мы воспринимаем тысячелетие как элемент продюсирования нашего города. И тысячелетиями, естественно, не заканчиваются многие процессы. Такой задел на будущее. Да, это задел на будущее. А что касается строительной составляющей, здесь говорить можно очень-очень много. Реально, благодаря главе государства, который пошел на концептуальное распоряжение о подготовке города к тысячелетию, это тоже не само по себе произошло. Это отношение лидера нашего государства к городу Бресту, городу его молодости, офицерской молодости. Это тоже очень важно, понимаете. И то, что там заложено, те объекты, которые там прописаны, они в стадии строительства. Все мы видим эти объекты. Я думаю, что каждый брещанин визуально видит. Половина уже, по большому счету, введено в строительство. Из 28 объектов в 14 объекты уже введено. Из последних, ну крайних по этому году уходящему, конечно, замечательный футбольный манеж. Футбольный шикарный. Принято решение идти на проектирование садика более мощного, 350 детишек. Но если быть честным, то реально там уже более 400 детишек за счет соответствующей оптимизации. Посмотрите, как себя оправдывает такой формат системы образования, как учебно-педагогический комплекс. Яслисад, начальная школа. И опять же распоряжением главы государства в микрорайоне ЮВМР строится вот этот объект, который будет сдан уже в наступающем 19-м году. Да, ну и сама школа, школа мощнейшая на полторы тысячи детей, 1480 деток. Реально, наверное, будет еще больше. Это тоже очень крупный объект с очень большой стоимостью. Я вам скажу, стоимость школы больше, чем стоимость Кубнинского путепровода. Вот этой махины Кубнинского путепровода? Да, да. То есть школа дороже. Я не буду оперировать здесь цифрами, чтобы не вызывать какие-то, может быть, ложные ассоциации предпраздничные, где больше-меньшее. Но реально, конечно, эти объекты социальны. Посмотрите подстанцию скорой медицинской помощи. Которая была необходима, да? Как она нужна была на улице Суворово, как она красиво стала. Как она, с точки зрения плеча доставки экстренной медицинской помощи, как она нужна именно в том месте. Ну, приемное отделение, больница скорой медицинской помощи на улице Ленина. Тоже хороший, замечательный объект, который уже функционирует. В принципе, все, что построительная составляющая, конечно, по году нам удалось сделать. Эти все объекты находятся на прямом контроле губернатора. Я вам скажу, что во многом вот этот темп работ определен тем темпом, который задает городу руководство области. Потому что оно понимает, что областной центр – это лицо всего региона, лицо всей области. Свообразная столица. Да, и основные объекты, конечно, которые находятся на контроле – это западный обход, это новый автовокзал и Кобинский путепровод. С точки зрения социальной составляющей, я, конечно, в большей степени переживал за Кобинский путепровод. За счет того, что это движение… Да, почему? Потому что в первоначальных проектах предполагалось полностью его разобрать и строить, по сути дела, новый путепровод. Кто ездит часто с востока в центр или наоборот, это практически каждый горожанин, да, это, в принципе, понимает, что это коллапс для города. С учетом нормативных сроков строительства мы могли бы на год создать для города огромную проблему. Поэтому благодаря нашим проектировщикам, благодаря какому-то, ну, риску, чего говорить, управленческому риску, нам удалось минимизировать вот этот дискомфорт для наших брещанок. Как-то так плавно все прошло. И практически плавно, да, с оговорками, да, с какими-то там ограничениями, но мы постепенно сейчас перешли на новую часть Кобинского путепровода практически, ну, без каких-то серьезных моментов. Это, между прочим, какой-то такой успех года, я даже назвал бы. И я уже не сомневаюсь, что мы выполним поручение губернатора, и 15 июня обновленный, очень красивый, между прочим, Кобинский путепровод будет введен в эксплуатацию. Ну, а сейчас, Александр Степанович, мы же там находимся рядышком, мы же наблюдаем за всем процессом строительства, классно. А подземный переход как-то замечательный. Хороший ответственный генеральный у нас там подрядчик, ответственный заказчик, опытные строители. Очень много субподрядных организаций, и поэтому вот так Кобинский путепровод я переживал больше. Понимаете, люди почувствуют дискомфорт и, соответственно, будут недовольны. Но самое большое наше достижение в 2019 году, которое еще брещане до конца не могут через себя пропустить, это будет все-таки ввод в строй объекта номер один, объекта президентского, это западного обхода. Вы понимаете, что его просто нет, и мы гипотетически не испытываем никаких-то неудобств. А то, что может быть что-то хорошее, ну так человек устроен, да, по большому счету, он еще только может предполагать. Так вот, западный обход решит триединую задачу, триединую задачу. Прежде всего, он решит задачу транспортную. То есть мы через центр практически исключаем транзитные потоки. По некоторым расчетам до 30% будет снижение транспорта в центре города. Это же экология, это же наша безопасность, это же нагрузка на соответствующие сети. Наше здоровье. Наше здоровье, это очень здорово. Да, конечно, мы решим вопрос и скорости нашего передвижения по нашему городу. Это очень тоже будет очень удобно, потому что жителю Южного совершенно другой сейчас будет уже путь, если надо проехать ему на Речицу или Дубровку, да и просто в конце концов уехать в Белорусскую пущу. То есть можно разные варианты. И самое важное, конечно, нам удалось совместить в этом проекте и такую вещь, как все-таки ликвидация этих пробок на железнодорожных переездах. Вы знаете, бедные жители Речицы прежде всего, да. Сколько они лет мучились на этих переездах с учетом глобальных тенденций, да, то есть повышение роли Бреста как город транзитный для железнодорожного транспорта. Поверьте, что эта ситуация только усугублялась бы, потому что все великие пути, железнодорожные, да, и действующие перспективные, они проходят через город Брест. И вот этим уникальным объектом мы решаем очень важную задачу именно по городу. Мы микрорайоны приближаем к центру, понимаете. А там живет практически 40 тысяч населения. Поэтому я очень надеюсь, что эмоции наших Брещан будут положительными. Конечно, куча проблем. Вспомните, как тяжело было отселение жильцов с улицы Поплавской. Как некоторые хотели просто на этом поспекулировать, немножечко даже нажить какой-то примитивный политический капитал. В принципе, мне кажется, мы почти достойно, ну не почти, а достойно вышли с этой ситуацией. Вы тоже освещали эту тему. Сейчас, конечно, мы мониторим ситуацию по оставшимся жильцам, которые остались жить по улице Поплавского. Естественно, их ожидания, естественно, их опасения, естественно, их обращение в органы власти в контексте инсоляции, ухудшения экологической составляющей, шумовые нагрузки и так далее. Все это будет находиться под постоянным контролем. Поэтому западный обход, я думаю, что это будет такое открытие 2019 года, которое как-то переформатирует наш город очень серьезно в лучшую сторону. В лучшую сторону. Что касается нашего автовокзала, я думаю, что тоже Брещание это оценит. Почему? Потому что, во-первых, место его нахождения, оно логично. Аналогично создается такой пассажирский транспортный кластер. Второе. Как раз западный обход практически, да, и будет работать на этот транспорт, который будет выходить в регионы, через снова автовокзала. Транспорт, автобусы не будут проезжать через весь город, да. Он тут же через Брестских дивизий выходит на кольцо и дальше, куда в любое направление можно дальше двигаться. Ну, он красивый сам по себе. Он очень красивый. И то, что сейчас видишь. И то, что мы сейчас вот увидим, опять же, по поручению губернатора, это будет сдано 15 июня, да, это коренным образом тоже улучшит качество жизни наших вещан в 2019 году. Что касается других строек, каждая из них, ну, каждая из них важна. Но я хотел бы все-таки отметить одну. Такая, как сказать, божья была у нас задача, это хоспис. Я себя чувствовал дискомфортно, что мы не достроили хоспис. Поставлена была задача включить его в план тысячелетия. Я благодарен, опять же, руководству области и главе государства его включили. И сейчас этот очень важный, очень важный социальный объект уже функционирует. Вот это какая-то такая, ну, личная наша общая победа. Это очень важно. Это очень важно. Хоспис, который практически, опять же, не имеет аналогов в регионах. Я не буду брать нашу столицу, а вот по регионам такой объект какой-то очень правильный. Хорошо, что мы его, да, хорошо, что мы его открыли вовремя в 2018 году. Да, это нагрузка на бюджет, это колоссальная нагрузка на бюджет по его содержанию, что тут греха таить, по его строительству, потому что вот мне очень не нравится такой какой-то устойчивый, не то что миф, а обывательский разговор, что денег дали на тысячелетие. Вот это такое, знаете, ощущение дали, это на уровне, ну, уж извините, пусть на меня бабушки не обижаются у подъезда, да, там дали. Сейчас никто деньги не дает, деньги зарабатывают. И основные нагрузки, которые идут по стройкам, это бюджет области и бюджет города. Я вам скажу так, что из всей суммы бюджетных инвестиций, да, 78% это бюджет города и области. Да даже, по большому счету, те субвенции, которые дорожного фонда, которые отдаются в область, это же область, это тоже областные деньги, понимаете? Да. Здесь я еще раз скажу, я просто благодарен всем жителям, даже Борисской области, которые, ну, понимают, что нам тысяча лет. Я всегда говорю Барановича, он будет вам тысяча лет? Бород Брест тоже, как говорится, ужмется, и где-то мы тоже потерпим, и будем праздновать тысячелетие Пинска, Баранович и всех остальных городов. Но тех, кто близко к тысячелетию, тем лучше не будем обещать, потому что там Кобрин где-то уже скоро будет, через пару сотен лет. Александр Степанович, разговор об автовокзале. Совсем недавно на горячую линию позвонил мужчина и очень просил, чтобы я озвучила для вас этот вопрос. Он очень хочет, чтобы был построен подземный переход. Автовокзал, железнодорожный вокзал. Вот я говорила, зная, что вы планируете где-то не к тысячелетию, а чуть позже сделать такой объект. Будет ли такое? Уже очень попросил. Прежде всего, мы должны четко понимать, что тысячелетиям город Брест не остановится в своем развитии. Это априори. И наша задача, наша задача руководства города, удержать этот темп. Но это уже будет не бюджетное инвестирование, а инвестиции тех, о которых я говорил в начале. Чтобы город Брест сам себя развивал и был привлекательным. Поэтому, конечно, задания на 2020 год мы должны уже сейчас формировать. Вместе с железнодорожниками, вместе с учеными. Мы должны четко просмотреть, нужен там переход. Я лично думаю, что нужен. И наши проектировщики заранее заложили эту возможность. То есть идет практически уже по существующему подземному переходу, который к путям идет, идет уже прямо спокойный выход на подземный переход у автовокзала. Это уже учтено. Учтено. Да, вопрос геологии, вопрос финансовой и вопрос, надо ли это или не надо. Повторюсь, я считаю, что это очень-очень надо. Это задание нам будет на потом. На потом. Конечно, это будет очень удобно, это будет правильно и разумно. Александр Степанович, а вот хотелось бы спросить. Вот вы с таким прям с упоением, Ковринский путепровод, западный обход, а ваш любимый и такой больной вопрос, объект такой, на который вы отдаете очень много сил, очень много внимания своего. Или такого одного нет? Вы знаете, я вам так скажу, что вот так, чтобы буквально один объект прямо требовал все внимание, я вам скажу, что губернатор держит на контроле все объекты. И, соответственно, и мы, ну как мы можем сделать западный обход, а школу не построить. То есть оно здесь все находится в общей ситуации. Но вот любимый объект, это вот поднимитесь, ну, есть такое право у меня, да, это подняться на новое монолитное кольцо и посмотреть город Брест. Посмотреть, вот даже так помечтать, какое там будет движение, понимаете, как это будут люди примежать. Как это машины там будут ходить, да. Вообще западный обход, да, объект уникальный. И не имеющий аналогов в республике Беларусь, да. Объект, который достаточно сложно, сложно и ответственно проектировался, строится с элементами параллельного проектирования, да. Где-то, конечно, в этой ситуации мы идем так напролом, потому что мы не можем подвести главу государства, мы не можем нарушить технологию, но вот все-таки западный обход – это особая эмоция. Это ощущение какой-то такой монументальности, солидности нашего города. И даже гости, я вам скажу, из больших городов, которые приезжают, вот делегации к нам, мы показываем наши объекты, город, они с уважением даже некоторые столичные, и не только из Минска, с уважением, да, смотрят, что это круто. Это круто. Да, наши строители молодцы, работают. Мы только два дня решили строителям выходной. Это 1 января и 7 января. А все остальное время работают? Даже вот сейчас, кто нас смотрит 31 декабря, в настоящий момент строители работают на объектах тысячелетия. Поэтому низкий им поклон и хвала, что вне зависимости от времени года, вне зависимости от ситуации, люди работают и зарабатывают. Да, хотелось бы больше, но молодцы наши строители. Такую похвалу от вас услышали, Александр Степанович. Со стороны руководства области и города по объектам обеспечено бесперебойное финансирование. Вот я вам здесь скажу и по всем объектам финансирования. Вместе с тем, вот, коль мы эту тему строительства завели, есть объект, который можно де-юре и де-факто считать законченным. Вот школа-то она построена, вот мы ее сдали, вот садик он построен, все нормально, все построено, объект, можно говорить, закрыт. А есть объект, который может быть де-юре, как сдан объект, но он дальше будет развиваться. Ну, возьмем парк тысячелетия. Возьмем парк тысячелетия. Ну, разве можно парк построить? Парк надо и строить, и выращивать. Это тоже уникальный объект, парк тысячелетия, который обретет формы к тысячелетию, да, то есть и будет дальше растерзиваться. Возьмем нашу набережную. Вот набережная. Кто из Брещан уже не гулял давно по набережной, пройдите, прогуляйтесь. В следующем году можно будет спокойненько идти от магазина тысячи мелочей, как обычно, да, от нашего фонтана, прямо дойти до улицы Ленина. Да, мы сделаем подпорную стенку, да, мы сделаем дорожки, да, мы сделаем фонари, но набережная должна жить своей жизнью автономной. Там должны быть объекты общепита, там должны быть объекты для спорта, для развития. То есть это то, что нельзя предусмотреть в рамках строительного проекта, это то, что должно привлекать инвесторов, прежде всего, частную инициативу, чтобы наша набережная жила. Ну, что получается, идет человек на излюбленное место, улицу Советской, ну, раз прошелся туда-сюда, поздоровался туда, куда дальше ходить? Ну, подальщика посмотрел, да. Наша задача так, чтобы люди погулялись по Советской, спустились до набережной, погулялись по набережной, поднялись вверх, зашли в городской сад, который все равно мы доведем до, даже не до ума, мы сделаем его неповторимым. Эта работа уже начата, может быть, и так быстро, как хотелось бы. Через городской сад можно пройти, будет в Брестскую крепость, можно вернуться обратно в историческую часть города. Мы хотим закольцевать. Мы хотим закольцевать, потому что реально приезжают нам гости, реально мы сами гуляем по городу, и важно, чтобы этих мест комфортного пребывания было как можно больше. Поэтому говорить о том, что что-то закончится, как стройка, ну, я лично вот некоторые объекты даже считаю, что они будут дальше саморазвиваться. Ну, а сама набережная уж тем более, сам Бог велел идти дальше, в сторону крепости, поэтому наши, как говорится, потомки дальше будут набережную строить до крепости, надеюсь. Александр Степанович, все это можно объединить одной темой, благоустройство. И западные обходы, и Купринский путепровод, и новый автовокзал. Это все на благо людей делается, правда же? Вот тема благоустройства. Мне бы хотелось... Мы много говорим об этом, и в программе BookInform, и вы постоянно об эту тему студируете. Вот как вы считаете, столько и столько сделано, отремонтирован капитальный жилфонд, дороги отремонтированы, реновация дорог. Это все уже? Хватит? Лариса, вы очень правильно разделили, очень правильно с точки зрения восприятия объекта благоустройства и объекта строительства. Поэтому по объектам строительства, давайте вот мы в стороночку, а благоустройство. Что это такое благоустройство? Это наши, прежде всего, все-таки дороги, это наши дворы, это наше освещение улиц, понимаете? Здесь, я думаю, что тоже обрещание увидели, что в этом году мы рекордно асфальтировали дороги с использованием новых технологий. Новых технологий, даже некоторые наши, у нас же сейчас умные все, не только в футболе, а теперь благодаря интернет-комментариям сейчас все же у нас очень умные, даже не понимают, что есть новые технологии асфальтирования, понимаете? Новые технологии. И вот использование этих новых технологий асфальтирования в этом году позволит сделать революцию в жизни наших окраинных, отдаленных районов города. Я думаю, что у вас будет соответствующий видеоряд по этому вопросу. Да, 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 конечно, будет. Ну, а то, что уже все забыли, что какое было улице Янки Купалы, да, то, что она стала современной, полноценной улицей, это уже, как говорится, как будто было очень давно в прошлой жизни, а проедите теперь по Партизанскому проспекту. Партизанский проспект с точки зрения первого этапа строительства выше наших ожиданий. То есть, даже мое субъективное впечатление за счет этого освещения, за счет освещения тротуаров, он как-то стал шире, он стал просторнее. На следующий год мы продолжим работу по Партизанскому проспекту. Да, это объект строительства, но это, прежде всего, благоустройство. Понимаете, я в каком плане это все трактую. В следующем году мы сделаем Партизанский проспект еще более комфортным. Более комфортным. Мы нашли очень интересный вариант, как увековечить память партизан, в честь которых был назван Партизанский проспект. Он очень интересен, пусть это будет такой маленькой тайной. Да, мы не будем повторять то, что было, но это тоже будет очень здорово. Видите, бульвар космонавтов, да? Ну, конечно, погода не самая лучшая, но мы решили в этом году идти туда за делом, чтобы, опять же, выполнить поручение губернатора 15 июля, закончить все. Опять же, 15 июля, закончить все основные инфраструктурные объекты, потому что европейские игры в Минске начинаются 21 июня. Как здорово, когда будут ехать иностранцы, заезжают в Брест, опа, гостиница Хилтон, вот и здорово, да, когда я здесь останавливаюсь. Да, и вот он два дня, все деньги, которые в Минске должен тратить, в Бресте тратит. Опа, и вот вам Европа, правда? Поэтому стоит задача, чтобы все дороги были в соответствующем состоянии и капитальные ремонты надо сделать. Я говорю про бульвар космонавтов. Естественно, тут же она идет сопряжение с новой улицей Арджиникидзе, она практически, но уже совершенно другой вид будет иметь. То есть город Брест здесь существенно выиграет. Но вместе с тем, давайте здесь тоже, хоть и праздничные наши беседы, в городе Брест, в Бресте на балансе без малого, без пары километров, 600 километров дорог. Из этих 600 километров, ну, практически половина, это гравийные дороги, зачастую даже не гравийные дороги. И эта работа на годы вперед должна продолжаться. Понимаете, здесь очень важно темпы удержать. Что касается других объектов, да, вот я еще хочу сказать, это объекты благоустройства, которые благоустраиваются не за счет бюджетных денег, а за счет самих собственников. Вот это для меня дорогого стоит, понимаете. Когда чулочный комбинат реально, да, вот сейчас пошел на, ну, по просьбе горе с полкома, я тут не буду скрывать, конечно, на благоустройство площади перед чулочным комбинатом. Будет очень красивое, хорошее место для отдыха людей, для комфорта людей, не только работающих, естественно. Там будет фонтан, там будет очень здорово. Очень много других предприятий, которые идут нам навстречу. Вот здесь вот я хочу особо похвалить нашу железную дорогу. Вы знаете, они настолько глубоко интегрированы в городскую среду, в городскую жизнь, хотя они де юра, другая форма собственности. Там вообще всегда железная дорога, это было как отдельное государство. Отдельное государство, да. У них свои ЖЭСы, у них свое жилье, у них раньше вообще была абсолютная автономия, сейчас они интегрируются больше с городом. Но как приятно в лице руководства железной дороги видеть такие подвижки в отношении городской среды, в вопросах благоустройства. Они не делают понятие музей железнодорожной техники, это их ведомственный музей или это городской музей, понимаете. Человек приехал в Брест, он идет в музей железнодорожной техники, он просто в восторге. Я вам так не выдам большую тайну, да, вот приезжал к нам Якубович Леонид Аркадьевич. Он 30 лет не был в Бресте. Вообще очень многие гости, почему важно людей в Брест привлекать, живут стереотипами. Вот их где-то там в пионерском возрасте сюда свозили в крепость, и он уже думает, я в Бресте был, там больше нечего смотреть. И вот на примере Леонида Аркадьевича, да, вот я вижу его ломкого стереотипа восприятия города, понимаете. То есть он видел европейский современный город. На него это кольцо монолитное западного обхода произвело впечатление не меньшее, чем на наших Брещан. Он видит, что здесь большие инвестиции. Но его просто потряс музей железнодорожной техники. Вот понимаете, с точки зрения эмоций, он говорит, я такого не видел нигде. Там же новая экспозиция, там очень серьезно. Поэтому экспозиция сделана, это подарок городу. Это подарок всем нам, понимаете. Поэтому вот участие наших субъектов хозяйствования за счет внебюджетных источников благоустройства, это работа, которая будет продолжаться. В каких формах она выражается? Благоустройство территории вокруг предприятия. Ну, фонари уже, наверное, мы наставили, поэтому по фонарям уже мы, наверное, заканчиваем эту тему, потому что, знаете, как можно, как это, форма профанации, доведение идеи до абсурда. Наверное, по фонарям еще вот мы 3-4 фонаря поставим, и на этом тему надо заканчивать, потому что, ну, хватит уже, наверное, да. Есть точка приложения за счет аккумулирования средств на фонтан. Ведь фонтан, который мы строим около кинотеатра Беларусь, это в большей степени небюджетная стройка. Там минимум бюджетного финансирования на данный момент. Это те деньги, которые собирают сознательные руководители, граждане, и мы такая имеем хорошую серьезную задачу, амбициозную, сделать наш фонтан уникальным, интерактивным, интересным. А это не дешевое удовольствие. То есть сделать фонтан такой, какой сделали в 60-70-е годы, ну, нормально. Это уже не интересно, это не соответствует новым технологиям. Да, по большому счету, это уже и не так экономно, потому что со времен технологии они предполагают еще экономить на текущем. Фонтан тоже будет очень интересный объект. Это тоже тайна. Я скажу так, тоже немножко за него переживаю, за фонтан, потому что нетиповой проект, интересный проект. Здесь важно выделить какую-то этапность работ, чтобы потом не переделывать. Здесь нельзя экономить на инфраструктуре, на коммуникациях, потому что сэкономишь, потом будешь эту трубу раскапывать в центре города. Тоже очень интересные объекты, и многие субъекты хозяйствования. Вот у нас был Козактив 28-го числа. И на Козактиве у нас всегда такие разделы идут, там, строительство, инвестиции, социальная защита, образование. А у меня новый отдел, новый раздел был в докладе, называется «Добрые дела». Так вот, в этом разделе «Добрые дела» я очень рад, что практически 257 мероприятий, которые работают во благо всех нас, и каждое предприятие, когда будем все праздновать, мы скажем предметно, что ты молодец. Спасибо тебе, да? Ты большой молодец. Спасибо тебе, ради бога, тут вопросов нет. Александр Степанович, а вот строительство, строительство жилья для людей, для многодетных семей, вот это ведь тоже тема весьма важная. И строительство у нас неплохими темпами продвигается. По нашему уходящему году город Брест выполнил задание по строительству. То есть мы сдали, ввели без малого, без пару тысяч, 200 тысяч квадратных метров жилья. Я думаю, что все Брещане видят вот эти новые микрорайоны, практически уже задел микрорайон Юго-Запад-5. Здорово, здорово, что в микрорайоне ЕвМР, ну его называют некоторые лагуны, мы такое чисто рабочее название, ну не нравится лагуна, назовем по-другому, удалось нашим архитекторам сделать соответствующую эстетику этого микрорайона, да, вот этих домов нашего Брежилстроя. Восприятие совершенно интересное. Приезжают гости, мы уже к этому привыкли, понимаете, они в восторге. Да мы уже ко многому привыкли. Но очень важно, чтобы каждый микрорайон имел свое лицо. Я вам скажу, здесь, ну не то, что мы сдерживаем темпы нашего крупнопанального домостроения, да, очень важно, чтобы было в Бресте больше интересных с точки зрения архитектуры домов. Это, конечно, кирпич, монолит, особенно дома, которые первая линия, они, в принципе, должны быть, ну, соответствующие планки. Поэтому строительство жилья – дело прибыльное. И это очень хорошо, что люди хотят жить в Бресте. В принципе, наши долевики готовы платить. На аукционы мы продаем все места под строительство, под долевое строительство. И строительные организации, понимая, что есть спрос, готовы участвовать в них, фирмы. Но некоторые участки город продал за суммы в эквивалентах, идет речь о миллионе или нескольких миллионах долларов, понимаете. Это, опять же, поступление дополнительное в городской бюджет. Поэтому строительство жилья, оно идет темпами нормальными. Важно, чтобы за этими темпами успевало строительство социальной инфраструктуры. Тот садик, о котором я говорил, тот общественный транспорт, который туда же должен ходить, те же школы, те же учреждения здравоохранения, которые должны создавать среду в радиусе своих пешеходных связей. Это было бы вообще в идеале. Поэтому думаю, что город Брест, с учетом нового генерального плана, который должен вот-вот быть на выходе, будет городом компактным. Тут я не выдам большого секрета, что город Брест остается в прежних границах. Он практически кое-какие там границы немножечко только выравнивается. У нас, как было 15 тысяч гектаров земли, практически такая же площадь и остается. Даже деревня Тельмы не будет в составе города Бреста до 2035 года. То есть мы будем развиваться уже в рамках существующих площадей. Какие это площади? Понятно, что это Варшавка, это микрорайон Юго-Запад 5, понятно, что это микрорайон Юго-Запад 1, это практически на самой границе. Это улица Рябцево, которая тоже, я надеюсь, в наступающем году уже будет подвергнута началу работ по созданию инфраструктуры для жилья. Дальше надо будет смотреть, и это учтено генеральным планом, где можно чисто по сегментам что-то строить в плане жилья и социальных объектов. Это работа, которая проводится с максимальным учетом общественного мнения. Общественное мнение у нас в городе Бресте достаточно ярко выражено. Нам удалось, даже когда мы обсуждали генеральный план, вовлечь огромное количество людей в обсуждение. Я благодарен этим неравнодушным, активным людям, которые, особенно план детальной планировки, когда мы обсуждали по старой части города, очень активно выражали свое мнение, и с очень многими предложениями разработчик БелНИП градостроительства согласился. Поэтому вместе мы строим наш город, вместе мы строим и жилье в том числе. И жилье строим. А жилищно-коммунальное хозяйство специалисты поддерживают, такой добробыт в городе. Тема жилищно-коммунального хозяйства такая тема, ну, достаточно актуальная, будем говорить так. И на прямых линиях присутствует всегда господин Сильченко, потому что он отвечает за городское коммунальное хозяйство. Как справляются они с поставленными задачами, на ваш взгляд? Чего бы хотелось добиться, сделать что-то лучше, быть сможет? Это объективно, что вопросы ЖКХ, это же вопросы жизнедеятельности, правильно? Поэтому это всегда будет в поле зрения людей, это всегда будет оценится людьми как право. Если хорошо, то так должно быть, это по умолчанию. А если что-то не так, то понятно, что сразу же все плохо. Поэтому наши городские коммунальники, я хочу сказать, что молодцы. Молодцы. Я реально понимаем все оговорки, которые могут быть по уборке снега. Потому что вот у нас человек как-то так интересно приучился. Вот получается снег вот пошел, и в его понимании, да, он должен, тут же все должно быть убрано. Такого не бывает по технологии. Даже вот эта смесь, которая раскидывается по дорогам, она должна начинать работать, она должна вступить в соответствующую реакцию. И только потом это все убирается соответствующей техникой. Понимаете? Молодцы коммунальники, они очень креативные. Между прочим, даже по подготовке города к Новому году, самые креативные у нас коммунальники. Вы посмотрите, какие они интересные сделали новогодние инсталляции, да. Посмотрите, что их фонари, да, вот коммунальные фонари на аллее фонарей, на гугле, мне кажется, самые красивые. Они в принципе, ну что-то я уже большой тайны не выдам, городской сад, наверное, возьмем мы общим скопом под нашу ЖКХ и приведем мы его такой, не то, что порядок, а мы такой неповторимый вид. Кое-какие работы там уже начаты, наверное, вы так обращали внимание по бывшей этой башне. Это все пока пусть будет такой легкой тайной для города. Вообще, вот интересный такой тренд 18-го года, вот журналисты, понимаете, вот в их понимании писать о Бресте, это только писать, что новенького, что новенького строится, что новенького. То есть мы уже приучили уже и журналистов в том числе, что должно постоянно что-то вертеться, вертеться, крутиться, выбрасывать новости. Ну и тогда, естественно, после тысячелетия, ну как мы можем сбросить обороты, понимаете? Сейчас конкурентность в мире существенно увеличивается и это очень заметно. Поэтому, возвращаясь к работникам именно ЖКХ, я хочу сказать, что они просто молодцы. Работы, которые идут сейчас на честных, я вот деревянный так подключу, да? Думаю, как раз к тысячелетию мы должны завершить в том числе, конечно, вот эта пресловутая тема запахов. Она во многом уже локализована определенными мерами, но зачастую, выражаясь медицинским языком, это такие палеотивные меры. Здесь нужны только кардинальные меры. И в рамках существующего проекта, который реализуется, есть система удаления, устранения запахов. Думаю, что это тоже будет одним из подарков к тысячелетию. Да, и тоже работает наш водоканал. Активно, достаточно интересно. Вы делали репортажи на... Неоднократно. Да, неоднократно на эту тему. Александр Степанович, а что в 2018 году вы не ожидали совершенно вот то, что случилось? Это вопрос наобум. Вот я вот просто спрашиваю, что-то произошло такое, чего вы вообще не ожидали? Ну, не в личной жизни, а в городской жизни? Ну, давайте так. Что касается ожидания и неожидания, были на самом деле приятные эти моменты, которые связаны с продюсированием города. Мы должны четко понимать, что важно себя продюсировать, как это пиарит, да? И город точно также должен себя пиарить. И вот эта тема, которая была с Марадоной, да? Вы понимаете, здесь можно много ерничать по этому вопросу. Тем более тема, то еще не заглохла. Можно много там умничать и так далее. Ну, кто из нас... Вот я бы сидел год назад и сказал бы, что там Марадона приедет в следующем году. Вы бы сказали бы, такого руководителя города надо, наверное, отправить подружку по другому адресу, понимаете? А теперь мы с вами беседуем уже как факт, оцениваем. Хорошо, это, конечно, здорово. Потому что на каком-то шоу, да, по-моему, в Германии даже был вопрос, какой футбольный клуб возглавляет Диего Марадона, да? И, по-моему, человек там где-то чуть меньше миллиона евро проиграл, потому что он не знает город Брест. Кто будет знать город Брест, тот и разбогатеет даже там, на Диком Западе. Конечно, я опять же хочу сказать, что визит высоких гостей, визит прежде всего посещения главы государства, да. Российский премьер буквально вот недавно проводили союзный совмин. Ну, масса таких приятных моментов, которые соответствуют статусу, в моем понимании, каким должен быть Брест. Это, я думаю, крутой, нормальный, современный, ни на что не похожий европейский, белорусский, город. Поэтому все эти такие моменты, они только связаны с приятными событиями. И я очень хотел бы, чтобы 19-й год в таких экспромтах, понимаете, заиграл. Да, вот эта тема стадиона. Послушайте, ну, если хочет кто-то строить стадион, я ему говорю, давай 25 тысяч. Он говорит, нет, 35. Поехал в Калининград, посмотрел этот стадион. Ну, думаю, дай Бог, такой будет в Бресте. Ну, он же будет не на бюджете, он же будет как инвестиционный стадион, частный стадион. Ну, что в этом плохого, вот скажите. Это классно. Если там будет возможность, тем более современный стадион, это же дает совершенно другие возможности. Это не только футбол, это мультиназначение. То есть, соответственно, там уже можно проводить концерты, да, то есть другие какие-то моменты. Думаю, что вот такие их неожиданности должны быть как можно больше. Ну, пусть приедут шейхи. Ну, назовем мы стадион соответствующим образом. Ну, он построится в Бресте. Ну, уже будет здорово, круто будет. Ну, это же для нас строится. Конечно. Для жителей, для брещан. Да, поэтому здесь надо где-то немножечко блефовать, выражаясь даже таким языком, где-то идти в банк, где-то куражиться, чтобы в город Брест привлечь, привлечь, привлечь людей. Это очень важно, понимаете. Так просто на стереотипах-то уже никуда не выйдешь, да. И очень важно еще, знаете, такой избавляться от местечковой какой-то самодостаточности. Вот это тоже такая очень плохая тенденция и для органов власти. Если мы, скажем, что мы такие молодцы, прямо вот просто молодцы. И придраться не все, да. Я вам скажу, проблем в нашем городе более чем достаточно. Просто в этом и жизнь. Вся жизнь, она и состоит в том решении проблем. Поэтому важно ориентироваться на наших соседей, на город Гродно. Очень сильный наш конкурент. И не только в футболе, между прочим. Важно, теперь для меня, говорю, гомельская елка. Я трижды посмотрел на ютюбе эту елку. Тоже важно. Кажется, мелочи, понимаете. Но из этих мелочей оно состоит и городская среда, и комфорт, и качество жизни. У нас уж такая красивая елка, Александр Степанович. Ну, давайте. Наша елка хороша. Давайте будем откровенны. Елка этого года – это копия прошлогодней елки. В этом году мы умышленно сделали акцент не на саму елку, а на немножечко другую тему. Это дальнейшая работа по подсветке домов. Улица Ленина уже, ну, просто совершенно другое восприятие. Понимаете? Посмотрите участок. Это мой любимый участок. Это участок Машерова от улицы Ленина и до Зубачева. Вот этот дом с подсветкой верхней, да? Посмотрите, как энергетики нас порадуют. Вообще, то есть, это совершенно другой город, понимаете. Это совершенно другая философия городская. Да, можно сколько угодно сейчас просто говорить, вот хорошо было в 70-е годы, вот мы были вот такими, так были, были молодыми, прежде всего, да. Маленькими. Да, нас очень много критикуют, что вот строим, все закатывается в асфальт. Но это такая, знаете, немножко такой приемчик запрещенный. Город должен развиваться. Без развития не бывает движения вперед. Поэтому здесь, опять же, это тема для некоторых спекуляций, да, я же вижу в интернете, но без развития, без строительства не бывает развития города вперед. Да, жалко тополей. Да, жалко тополей, которые были вот на этом участке Машерова. Но вы вспомните, какая там была дорожка. Что было бы сейчас, с учетом того, что транспорт растет, количество транспорта, у нас он больше 150 тысяч уже в городе бы есть. Что было бы дальше, понимаете? Это были бы пробки, это был постоянный выхлоп. И тогда, извините, вот это экология, реальная ситуация. Поэтому приходится идти на такие меры, как, ну, очень редко стараемся, как вот удаление зеленых насаждений. Тема экологии, тема озеленения города, это очень важная тема. Поставлена задача главы государства по итогам посещения Гродно, но она и в Бресте раньше была озвучена, чтобы новые микрорайоны не страдали от нехватки зеленых насаждений. Поэтому идет максимальный учет, возможность сохранить любое дерево. Ну и, конечно, компенсационные и просто волонтерские и плановые посадки зеленых насаждений. Ну, дерево так, оно как человек, оно имеет свой срок жизни, имеет свой срок жизни, оно умирает. Поэтому, естественно, надо его убирать. Понятно, для кого-то это дерево, какие-то воспоминания, все остальное. Ну, когда оно как-то падает на легковой автомобиль, а уж, не дай бог, на человека... Уже воспоминания совершенно роли не играют, да. Терминология как-то сразу по-другому меняется. Поэтому озеленение города, озеленение, это тренд, это приоритет, в том числе 2019 года, наступающего года. Александр Степанович, вот вы меня сами подвели к следующему моему вопросу. Я, конечно, продумывала вопросы. Но вот тема критики, вот вы затрагивали так, из-под вальта, вот в интернете там пишут, вот говорят, вот где-то чем-то недовольны. Но нет человека, который был бы всем доволен. Вот критика, критикуют в интернете, там газетах пишут, на телевидении. Вот а вы восприняли, какая-то критика была такая, которую вы так вот восприняли четко, так серьезно и сказали да. Вот это по-настоящему классная критика. И я постараюсь что-то исправить. Ну, я вам так скажу. Извините, если ты идешь во власть, ты должен четко понимать, что ты же не валюта, которая всем нравится. Ты представляешь власть, которая занимается неблагодарной функцией, распределительной функцией зачастую, понимаете. У кого-то отнимать, у кого-то делить и так далее. Поэтому однозначно критика для власти это очень полезно. Это очень полезно и здесь я даже не крилю душой. И очень важно, когда идет критика конструктивная. Очень часто в моих комментариях любимых или нелюбимых иногда, да, мне ожидают эту выписку. Читаешь, смотришь. Очень много дельных предложений. Очень много дельных предложений. Иногда просто много, много в том числе, иногда просто бывает такой банальной дурости, который даже не подумает, что это может быть, а люди вот напишут об этом и тут же мы быстренько поправляем. Поэтому это здорово. Если это критика с любовью к нашему городу, да, не к власти городской, не надо. Тут не надо в этой ситуации путать. Любим, не любим. Да, любим, не любим, да. Это очень полезно, очень здорово, понимаете. А если идет уже такая ангажированная, а уж более того, какая-то заданная тема, да, критика во имя критики, потому что я вот сижу дома, в квартире, меня девочки не любят, но я самый умный, понимаете. Это очень такая сложная тема. Здесь мы видим эту тему, ну, относимся как к должному. Я говорю, тема зеленых насаждений, для многих это спекулятивная тема. Понимаете, это поспекулировать, что вот был старый добрый зеленый Брест, и вот пришли, его просто разломали, потому что, видишь ли, он ходил в Кобринскую школу, а не в Брестскую школу, потому что он по-другому тут деревья не любит. Ну, это просто неправильная подача, это даже немножко такой недобросовестный приемчик, и я стараюсь на своих встречах с населением вот эту тему тоже продвигать. Только вместе, конечно, ну, что сделать? Ну, давайте вот это здание Ленина Гоголя, да, вот сейчас стройка, да. Перед тем, как разрешить там строительство, я же сам 10 раз его обошел везде, потому что, ну, здание находится в исторической части города, оно является частью определенной архитектуры, ансамбля, понимаете, архитектурного. У нас же город Брест современный, ее же проектировали кто? Военные инженеры. В общем, тоже, в общем, так интересная талировка нашего города, и ломать то, что сделано уже, да, это очень такая тема сложная, сложная, она неблагодарная, и у каждого своей ассоциации. Вот и по этому домику я походил, посмотрел, ну, когда я там вот таких крыс, вот как увидел, понимаете, когда я зашел во двор туда, то, боже мой, ну, это домик, который даже сам хозяин предполагал, чтобы жить в нем максимум, ну, 40-30, ну, 50 лет, понимаете, он уже стоит, и в итоге... И на лаган дышит. Да, да, поэтому тема вообще строительство в исторической части города, тема настолько сложная, и она требует, чтобы быть понятым со стороны жителей города, да, потому что некоторым это выдается под одним соусом. Это вот варвары во имя большого рубля, инвесторы, все разрушил, а здесь было то-то, 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 вот здесь кто-то там шил одежду, кто-то чинил обувь, об этом было написано там в 37-м году, вот посмотрите, а вот здесь вот мы сейчас будем строить, положим, автовокзал. Ну, вроде бы как оно здорово, конечно, да, но здесь вот приходится идти на это вот, не то, что на образуру, но приходится проявлять какую-то волю, чтобы сделать во благо. Минкультура очень пристально смотрит за всеми этими вопросами, и здесь мы не так свободны в каких-то там архитектурных самовыражениях, что касается исторической части города. Тема сложная, тема, которая, повторюсь, я хочу быть понятым здесь всеми жителями города, в том числе и перед Новым годом, и в Новом году, что любой объект надо сто раз обдумать, что там должно быть. Ну, понятно, был у нас так называемый итальянский инвестор, да, вот итальянский квартал, улица Мицкевича, советская, комсомольская. Ну вот сколько было тогда шума, вот пришли буржуи там, ломают город и так далее. Ну, все, выгнали буржуи, да, образно говоря. Сходите туда, посмотрите, да лучше не снимать, вы перед Новым годом тот район, потому что реально старые деревянные постройки, сараи, которые были предназначены для хранения дров и угля. Ну, что здесь такого, чтобы исторически... Исторически ценного, да. Какой турист туда пойдет и будет об этом говорить, да. Но здесь, ну, повторюсь, это тема, наверное, нашей непраздничной встречи, да, но я хотел бы здесь быть правильно понятым, в том числе и в новогодние праздники, что никто с бухты-барахты здесь никто не собирается делать. Александр Степанович, следующий, вот-вот-вот наступающий 2019 год для Бреста, как вы уже раньше отметили, не только год тысячелетия, а год культурной столицы Брест является, СНГ. Чем порадует Брест не только жителей города, но и многочисленных гостей в этом плане? Что касается статуса культурной столицы СНГ, ну, сказать, что мы его особо просили, да, этот статус, я бы, наверное, соврал бы, да, или был бы до конца искренним. Но решили, что Брест достойный город, да, я думаю, что здесь абсолютно уместно наложить статус культурной столицы СНГ на наше тысячелетие. Потому что тысячелетняя история города Бреста очень тесно переплетается с историей очень многих государств членов СНГ и не членов СНГ. Поэтому мы здесь накладываем одни мероприятия на другие. Я боюсь красивых цифр, да, и красивых таких чисел. Но вот наши работники культуры посчитали, что практически тысячи мероприятий различных будет в течение... Тысячи мероприятий? Да, будут, конечно, такие апофеозные мероприятия, пиковые мероприятия. Ну, будет просто и культурные мероприятия более камерного типа. Не обязательно даже быть карнавал или хоровод, да. Ну, что тут говорить? Ну, карнавал, да, вот давайте к карнавалу вернемся. Ну, получается, ситуация какая? Что карнавал почему мы не сделали в этом году? Потому что Кубинский путепровод был на ремонте. Ну, надо же людям было объяснить, что... Большинство правильно поняли, а то нет. Вот я пришла с ребенком, и не было карнавала, и вот как все плохо. Ну, что это такое, понимаете? Карнавал, да. Поэтому мероприятий будет очень много. Развлекаловка должна быть в нашем городе. Новые формы, апробированные в 2018 году, себя однозначно зарекомендовали. Я говорю про ночной концерт на площади Ленина. Мне он самому очень серьезно импонирует, потому что, ну, такое особое мероприятие. Эти формы тоже будем использовать. Карнавалы тоже будем делать. Другие предложения, пожалуйста, мы готовы оказать любое содействие и провести любое мероприятие. Очень важно. Вот недавно Турецкий приезжал сюда на юбилей одного из наших предприятий, успешных. Турецкий уже приедет только лишь к успешному предприятию. Да, он подтвердил тоже, что собирается в рамках культурной столицы СНГ выступить с отдельной программой для города Бреста. Ну, попросил городскую площадь. Мы будем решать в этой ситуации. Наверное, решите. Очень такие есть хорошие задумки. Ну, наверное, лучше их не озвучить, потому что вдруг что-то не получится. А получится в 2020 году. Скажут, вот, наговорил на Новый год, а оно не сбылось. Мы с вами, Александр Степанович, разговариваем уже, наверное, больше часа. Все уже сидят за столами, готовятся к встрече Нового года, потому что у каждой семьи есть свои традиции. Я хочу спросить у вас, есть ли у вас в вашей семье какая-то особая традиция? Вот хотелось бы узнать. Уже второй год в нашей семье собиралась хорошая традиция практически не праздновать Новый год, а быть вместе с Брещанами на городской площади. А в этом году, вот, между прочим, тоже одно из достижений уходящего года, да, раньше как была головная елка на площади Ленина. И вот весь город сюда, кто на такси, кто пешком, кто общественным транспортом, сюда добирается, здесь вот порадуемся и обратно разъезжаемся. В этом году мы переформатировали все эти новогодние елки для максимального комфорта людей, чтобы он вышел и прошел на свою елку. Зачем на площадь Ленина ехать? И вот на Востоке, благодаря замечательному торговому объекту, который есть на улице Гаврилова, да, и благодаря позиции руководителя этого объекта, по сути дела, будет альтернатива главной городской елке. Поэтому моя традиция добавляется, что я пойду полторого там поздравлю. По всем объектам. Да, потом приеду на городскую елку, это новая семейная традиция, поэтому будем считать, что это так. Ну, а первое число, конечно, уже после обеда, может быть, дома отпразднуем. С близкими, с родными. Александр Степанович, большое спасибо за столь содержательный разговор, за такие откровения. Я желаю вам крепкого здоровья, прежде всего, в наступающем, новом, 2019 году. Пусть все то, что у вас есть в душе, все то, что задумано, все, что хочется исполнить, пусть исполнится. Пусть вам помогает Божья Матерь, и пусть все у вас получается. Я думаю, что нашим телезрителям очень бы хотелось услышать ваши поздравления, ваше напутствие с наступающим новым 2019 годом. Ну, уважаемые брещане, абсолютно правильно, что все мы уверены, что лучше Бреста нету места. Я часто потребляю этот оборот и не сомневаюсь, что так оно и есть. И наступающий 2019 год, все-таки для города Бреста особый год. У нас с 1 января можно праздновать и наступивший Новый год, и тысячелетие. Потому что это же условная дата даже в рамках одного года, правильно? Поэтому у каждого брещанина каждый день есть повод для хороших эмоций, повод для праздника. Поэтому я хочу поздравить всех с 2019 годом. Многое предстоит еще сделать, многое доделать. Я уверен, что в Бресте все на месте. Я уверен, что наш город самый лучший. Я уверен, что брещане это самые лучшие люди. Я уверен, что все у нас получится. Главное, чтобы было спокойствие, мир и у каждого крепкого здоровья. С наступающим 2019 годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова